МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите область события Факты, программу о самых интересных темах недели. В студии Оксана Холодова. Вначале коротко о главном. Мост строят. Строители установили первое пролетное строение Международного моста через Амур. В условиях вечной мерзлоты вторую ветку БАМа возводят с использованием высокопрочных водонепроницаемых материалов, устойчивых к перепадам температур. Сложили ружья. На севере Приамурья завершили сезон охоты на гусей и уток. Розара, гала, адретта. У амурских овощеводов в самом разгаре посадка картофеля. На участке через протоку Канекурганскую установлена первое пролетное строение Международного моста Благовещенск-Хэхэ. Длина конструкции 86 метров. Вес собранного участка 334 тонны. Сейчас на строительстве сооружения трудится почти 200 амурчан. За ходом работ наблюдал губернатор Александр Козлов. Масштабы событий оценил и наш корреспондент Денис Свериденко. Метр за метром к ближайшей опоре строители двигают металлическую конструкцию. Так проходит надвижка пролетного строения. Правда, ни человеческий глаз, ни телевизионная камера уловить это движение не может. Процесс проходит очень медленно, примерно 10 метров в час. От качества работы зависит и дальнейшая эксплуатация будущего моста. Надвижка производится вдоль оси моста. То есть пролетное строение поднимается на накаточное устройство и при помощи домкратов двигается по оси. Это первая стадия надвижки. Всего предусмотрены 4 стадии надвижки. В настоящее время идет надвижка между опорами номер 4 и 5. Таким образом, до ближайшей четвертой опоры пролет продвинут на 52 метра. Общая длина перехода через протоку Каникурганскую – 278 метров. Спустя месяцы строительства уже можно ощутить масштабы будущего сооружения. Продолжается работа и на основном участке, и через русло реки Амур. Эта часть моста держится на 10 опорах, по 5 российских и китайских. Десятая береговая на нашей стороне полностью готова. На девятой идут работы по возведению стоечной части. Остальные в разной степени готовности. К примеру, на шестой, той, которая ближе всего к Китаю, завершили установку буронабивных свайб. Рабочие делали перерыв на время ледохода. Говорят, работать в таких услугах опасно. До ледохода со льда, ну, вернее, с рабочих мостов мы выполнили устройство буронабивных свайб. То есть мы построили мосты, выполнили свай, разобрали мосты на период ледохода и ушли. Пережидать ледоход. На данный момент навигация 2018 года уже началась. И сейчас готовится плавсредства для вывода их в акваторию, для работы с опорой номер 6. К концу 2019 года построят мост через реку Амур и через протоку Каникурганскую. Логистический центр завершат возведение 28 километров дорог различных категорий, включая три транспортные развязки. Детали и материалы для строительства мостового перехода на нашей стороне отечественного производства. Металлоконструкции везут из Тюмени и Кургана. Амурские фирмы поставляют материалы для строительства дорог. Щебень, песок, возведение сооружений задействовали около 200 амурчан. Всегда принято считать деньги, но я хотел бы сказать следующее, что на реализации этого проекта самое главное мы видим задействие наших трудовых ресурсов, людей, которые работают на этих стройках. Проектировщиков, бульдозеристов, поваров, которые кормят вахтовых поселках, людей, которые ежедневно здесь делают, для того, чтобы успеть эту стройку в срок. Сейчас все работы по строительству сооружений и инфраструктуры идут по графику. Практически синхронно строители возводят опоры и собирают пролетные строения. Надвижку на протоке Каникурганской рабочие планируют завершить уже в этом году. Конструкцию основного моста через Амур поставят на опоры к марту 2019 года. Денис Фериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. В Преамуре будут повышать интерес амурчан к чтению. Губернатор Александр Козлов и президент Российского книжного союза Сергей Степашин подписали в Москве соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. В рамках соглашения планируется реализовать несколько программ и проектов по развитию и сохранению самобытной культуры народов России. Губернатор рассказал о региональной издательской выставке «Амурские книжные берега» и пригласил на нее Сергея Степашина. Также, по словам Александра Козлова, в этом году область примет участие в четвертом всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» и в книжном фестивале «Красная площадь». Строительство второго пути БАМа идет без перерыва в движении поездов в условиях вечной мерзлоты. Самый крупный и сложный участок – от поселка Хань в Якутии до Тынды в Амурской области. Мастера используют новые технологии удаленной сборки металлических конструкций. Мостовики трудятся на высоте и в охранной зоне ЛЭП. Какого результата ожидают железнодорожники по окончании прокладки магистрали? В нашем следующем материале. Отрезок Хани-Тында – один из самых загруженных на БАМе. ежедневно пропускает 15 пар поездов. В сторону Тихого океана здесь идут составы с углем, контейнеры и цистерны с нефтепродуктами. Как и многие другие участки, работает на пределе возможностей. Именно поэтому здесь идет активная работа по расширению пропускной способности. Строят разъезды, вторые пути и двухпутные вставки. Одна из проблем – вечная мерзлота. Построенная 40 лет назад насыпь под второй путь серьезно просела. Поэтому приходится поднимать грунт до проектных отметок. Чтобы обеспечить его устойчивость, необходимо защитить грунт от солнца. Для этого самый нижний слой полотна подсыпают крупным камнем. Водоотводные канавы укрепляют геомембраной и геотекстилем. Материалы водонепроницаемые. Обладают высокой прочностью, устойчивостью к агрессивным воздействиям кислот и щелочей. Температурным перепадом могут прослужить более полувека. Здесь производится укрепление канавы матраса Мирно. То есть сетка заполняется фракционным камнем. И будет выполняться укрепление откосов и дна канавы. Во избежание последующего морозного пучения, насыпи ЖД пути. И отведение безлишней воды. Вот так сантиметр за сантиметром пролёт моста через реку Каванта движется в проектное положение. При этом вес конструкции превышает 350 тонн. И почти 800 тонн будет весить строение в конечном результате. За день сооружения удается сдвинуть на 10 метров. Между тем, технология удалённой сборки позволяет обходиться без кранов и не мешать движению поездов. Длина моста составляет 465 метров. Мост 8-пролётный, 8 по 55 метров. По главному пути балки стали же бетонные на сегодня, по которым обращается временная нагрузка. В дальнейшем, после сооружения моста на втором пути, чем мы сейчас на момент занимаемся, будут демонтированы эти балки и заменены на металлические, с ездой в портотропной плите, которые сегодня монтируются на втором пути также. Объект интересный. Высота моста составляет 30 метров. В то же время опасный. Вот работа на высоте, работа в охранной зоне ЛЭП, в охранной зоне ЖД-линии. Этот мост, как и многие другие Набами, разрабатывался по типовому проекту. Правда, здесь конструкторы внесли некоторые изменения с учётом роста объёмов перевозок. Стали и железобетонные пролёты заменили на металлические. Они отвечают современным нормам проектирования и эксплуатации. Срок службы – от 80 лет. На участке Хани-Тында мы должны всего построить 18 станций. На 21 миллиард построить искусственное сооружение, реконструировать земполотно. Поистине, это второе рождение Ибама, как мы говорим. И участок Восточного полигона как раз отвечает всем этим задачам. Конечный итог реконструкции этого участка должен быть таким, что мы будем здесь пропускать 26 пар поездов с общим объёмом перевозок – 33 миллиона тонн. Сегодня мы имеем 15 пар с общим объёмом – 19 миллионов тонн. Практически в два раза мы повышаем пропускную способность. Росту объёма перевозок поможет не только обновлённая инфраструктура, но и подвижной состав. Здесь будут использовать новые вагоны с нагрузкой 27 тонн на ось. А вес грузовых поездов увеличится до 6300 тонн. Вероника Федореева, Вера Григорьева, Константин Пожаров, Амурское областное телевидение. За выжигание сухой травы амурских аграриев могут лишить господдержки. Проводя несанкционированные отжиги, нередко именно они становятся виновниками природных пожаров. Такие меры наказания действуют в некоторых регионах страны. О возможном введении подобных санкций в Преамури высказались чиновники на пресс-конференции, которая прошла в правительстве региона. О том, какую противопожарную работу проводят в области сейчас, рассказали руководители Амурского минсельхоза, подразделения авиалисохраны и представители добровольных пожарных дружин. Все подробности у Дениса Свириденко. Амурская область постепенно освобождается от огня. Сейчас в регионе действуют 10 возгораний, 3 из которых локализованы. Три пожара закрыты решением КЧС на площади более 5000 гектаров. Огнеборцы тушат Зейские и Мазановские районы. В минсельхозе области говорят, в этом году сложная пожарная обстановка возникла, в том числе и из-за погодных условий. К тому же в конце марта и начале апреля на территории Преамурия начал действовать сухой циклон с усиленным ветром. Главная задача, которая стояла перед Министерством лесного хозяйства, перед правительством Мурской области, это не допустить потерю жилья, порчи имущества, объектами экономики и вреда на счет пожаров. Поэтому предварительно мы, понимая ту ситуацию, которая сложится, мы прогнозировали, мы проводили работу по приведению в населенных пунктах пожаробеспасной сцене. Работа была сделана колоссальная. На тушение пожаров по области, кроме собственных сил, привлекли огнеборцев и технику из других регионов. Около 60 человек прибыли из Хабаровска. По два вертолета Ми-8 задействовали от Минобороны и МЧС. Один самолет Ил-76 и два Бе-200. На борьбу с огнем прибыли бойцы пожарно-десантной службы авиалесоохраны. Сегодня в области более 300 пожарных. То есть из восьми структурных подразделений работники шести из них находятся в Преамурии. Они подготовлены именно к работе в условиях удаленных пожаров. То есть они автономны. Они сами и живут, готовят пищу и выполняют работу по тушению пожаров вместе с лесопожарными формированиями Амурской области на удалении. Причем их богатый опыт позволяет им участвовать в тушении практически всех типов лесных пожаров. На помощь привлекают и добровольцев. К самым сложным очагам возгорания стягивают все силы. К примеру, в Усть-Ивановском сельсовете в 2010 году организовали добровольную пожарную дружину. В ее составе 15 огнеборцев. Все прошли специализированную подготовку и два раза в год подтверждают свои знания. Сейчас народные пожарные задействованы в тушении лесного огня. Помогаем соседям. Это и Заречная несколько раз помогали тушить. И Волковский сельсовет. В общем, везде помогаем. Ну и плюс сейчас тяжелая обстановка. Наших всех пожарных, скажем так, командировали. И мы вместе с пожарными выезжаем на тушение пожаров, то есть дежурим. Особый противопожарный режим установлен в регионе с 6 апреля. С 7 начал действовать режим ЧС в лесах. С 26 апреля чрезвычайный режим установили по всей области. Всего в Преамурье зарегистрировано 325 лесных пожаров. На общей площади более 550 тысяч гектаров. Сейчас ситуация стабилизировалась. Оставшиеся пожары под контролем огнеборцев. Денис Свериденко, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На севере Преамурья завершили охоту на пернатую дичь. В центральной части и в южных территориях охотиться перестали. Еще в апреле специалисты подсчитывают уток и гусей, побывавших на территории области этой весной. Гусей значительно больше. Не все амурчане охотились легально. За этот сезон у браконьеров изъяли 12 тушек незаконно отстреленных гусей. Один из них был убит на территории заказника. По словам охотоведов, всех нарушителей оштрафуют. Им также предстоит компенсировать вред причиненной природе. Некоторых могут лишить права на охоту. В свою очередь проблемы есть и от самих птиц. Амурские аграрии часто жалуются на то, что гуси уничтожают их посевы. Овощеводы Ивановского района объединятся в кооператив. Новое предприятие планирует закупать амурчан излишки картофеля и потом отправлять его на хранение. Кстати, посадка этой культуры сейчас в самом разгаре. Только крупные амурские КФХ займут картофелем почти 2200 гектаров. У садоводов и огородников эта цифра будет еще больше. Как правильно культивировать самые популярные овощи? Какие сорта картофеля предложат аграрии амурчанам в этом году? Знает наш корреспондент Юрий Камышный. А это сорта розара. Мы галу посадили, розара осталась. Вот они, вот такие пойдут на посадку. Семенная картошка розара хранится в специальном ангаре при минусовой температуре. Эти мешки нередко называют золотым запасом – основой будущего урожая хозяйства. Все картофелины строго отсортированы по репродукциям. Самое продуктивное, говорит глава КФХ Алик Хакбердыев, это элита и первая. Обновлять семенной фонд нужно регулярно. Если в хозяйствах завезут элитные семена, то пять лет без проблем можно работать, а потом надо будет менять. Частники, ну они ходят, ну у нас берут, у нас покупают, такое бывает, бывает в других хозяйствах. Но все равно вот в промышленных полях они приобретают. В этом году в хозяйстве Хакбердыева под картофель отдадут 35 гектаров земли. Сейчас посевная уже завершается. Осталось обработать около 10 гектаров полей. Перед тем, как семена опускают в землю, они проходят дополнительную обработку, чтобы повысить всхожесть, устойчивость к болезням и, как следствие, осенью получить хороший урожай. Если позволит погода, здесь надеются собрать с одного куста как минимум полтора-два килограмма самого народного российского продукта. Мы обрабатываем фунгицидами, плюс к ним добавляем удобрения. Одновременно опрыскиваются на барабанах семена противогрибковые. И второй бункер у нас удобряет картофель одновременно. Высаживать картофель профессиональные овощеводы начинают в конце апреля, когда земля еще не прогрелась. Так удается сохранить в почве больше влаги. Садоводы-любители же, наоборот, ждут майского тепла. Но в намеченные сроки укладываются и те, и другие. Картофель не только самая популярная у населения блюда, он самый урожайный. С этого года, рассказывает фермер Хакбердыев, в Ивановском районе будут скупать участников излишки второго хлеба. На создание соответствующего кооператива уже получено одобрение местных властей и Министерства сельского хозяйства области. Мы собираемся создавать кооператив. Кооператив и начинать заниматься картофелем, сбор картофеля у населения. Поэтому сначала первое свое вырастить, чтобы у нас подушка безопасности была. Вдруг сколько мы соберем у населения, мы не знаем. А раз картофелем плотно и будем заниматься, монокультурой, то уже надеемся на такой малый бизнес. Желтый или белый, галла, розара, классическая адрета. В этом году амурские фермеры предложат своим покупателям богатый выбор картофеля на любой, даже самый взыскательный вкус. Все необходимое для того, чтобы получить урожай второго хлеба, уже сделана сейчас вся надежда на июньскую погоду. Юрий Камышный, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. И смотрите во второй части программы. Праздник со слезами на глазах. В Преамуре отметили День Победы. Больше 17 тысяч человек прошли по главной улице Благовещенска в Бессмертном полку. Спустили на воду амурские пограничники, открыли сезон летней навигации. Йоготерапия, в лечении алка и наркозависимых амурчан начали применять медитацию. Спасибо, что остались с нами и мы продолжаем. Без сомнения, самым главным и почитаемым событием этой недели стал День Победы. Великий праздник, который отмечает вся страна, праздник, который не обходится без трогательных воспоминаний ветеранов, слез и цветов. В областной столице 9 мая по главной площади торжественным маршем прошли более 2000 человек. За парадом наблюдало рекордное количество зрителей, около 20 тысяч горожан и гостей амурской столицы. Юрий Камышный расскажет, как чествовали ветеранов. На главную площадь столицы Преамурия выносятся два символа России. Государственный флаг Российской Федерации и копия легендарного знамени Победы. То самое, которое стало для каждого жителя нашей страны символом мужества и героизма. Именно с водружением этого стяга над фашистским Рейхстагом была поставлена точка в самой кровопролитной войне 20 века. Красная армия принесла свободу и избавление от коричневой чумы народам Европы, чтобы весной 1945 года водрузить победный флаг 150-й Идритской дивизии над поверженным Рейхстагом. Дорогие амурчане, поздравляю вас с Днём Великой Победы. Нет ни одной семьи, которая не коснулась бы самая страшная война в истории человечества. Амурская область с честью выполнила священный долг перед Отечеством. Наши деды и прадеды проливали кровь в боях, пережили невыносимые страдания, лишения и утраты. Мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу. Всё это защитило нашу отчизну. Так пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С праздником! С Днём Великой Победы! Открылся парад выносом штандартов десяти фронтов, на которых советская армия вела бои с гитлеровской Германией, Прибалтика, Украина, Карелия и, конечно, Белоруссия. Именно на этом направлении в середине 40-х простым рядовым был призван Степан Николаевич Бочкарёв. На фронт ветеран попал ещё мальчишкой сразу после окончания 10-го класса. В 43-м ему исполнилось всего 17 лет. До Берлина Степан Николаевич не дошёл. Был ранен на передовой в боях за Польшу. Белоруссия освобождили и по польской территории. В Варшаве, не доходя немного, в столице меня ранило. И я оказался уже сначала, опомнился в госпитале, как её, санитарной роте, потом в санитарном ателье, группе, группе дальше, а потом в Харькове. По традиции военный парад открывает рот о барабанщиках Амурского ковецкого корпуса. Юные музыканты задают темп и ритм на движение парадных расчётов. Впереди командир парадного расчёта, вице-сержант Денис Сурнин. 44 военизированных коробки или более 2000 человек по главной площади Чеканя-Шак прошли пограничники, курсанты ДВОКО, сотрудники МВД, участники локальных войн, кадеты, ученики военных классов и патриотических объединений. За всем действом пристально наблюдали самые почётные гости этого парада – ветераны Великой Отечественной. Для Алексея Марковича Киселёва Великой Отечественной закончилась в сентябре 1945 года. В составе советской группировки он освобождал от японских интервентов Китай, дошёл до легендарного порта Артура. За заслуги перед Отечеством ему хотели присвоить звание старшины, но Киселёв отказался и остался простым сержантом, прошедшим Вторую мировую. Это история жизни человека. Наша вся жизнь в этом. Мы должны помнить и заботиться о своей родине, понимаете. А вместе с ветеранами за парадом наблюдали и простые горожане. Посмотреть на торжественное прохождение войск приходили целыми семьями. Кто-то держал в руках портреты своих дедов, участников тех страшных событий. Кто-то цветы. И все неизменно благодарили фронтовиков, которые ценой своей жизни подарили нам эту победу. С одной стороны грусть, с другой стороны, конечно же, это радость. Радость за то, что мы живём с вами уже в мирное время. И, слава богу, нас это не коснулось. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, в Благовещенске продолжались весь день и закончились большим концертом на площади Ленина, после которого вечернее небо над столицей Преамурья озарилось победным салютом. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. После парада в Благовещенске, как и во многих городах и районах области, прошла традиционная акция «Бессмертный полк». В этом году областная столица присоединилась ко Всероссийскому движению уже в шестой раз. В шествии приняли участие более 17 тысяч человек. Все они несли в руках портреты своих Героев Победы. Яна Лисовая выслушала военные истории нескольких амурских семей. В Благовещенске присоединился к акции «Бессмертный полк» ровно 6 лет назад. Тогда, в 2013-м, по улицам города прошли всего 3,5 тысячи человек. Почему говорю «всего»? Потому что сейчас эти масштабы кажутся не совсем значительными. По предварительным подсчетам, 9 мая 2018-го в «Бессмертном полку» приняли участие от 14 до 16 тысяч человек. Точные данные организаторы озвучат чуть позже. С каждым годом к шествии присоединяются все больше людей. К примеру, в прошлом году их было около 13 тысяч, в позапрошлом – 10 тысяч человек. Чтобы стать участником, не обязательно было проходить специальную регистрацию. Достаточно прийти с портретом своего героя и просто встать в колонну. Маршрут «Бессмертного полка» от общественно-культурного центра до Площади Победы. Большая колонна «Бессмертного полка» состояла из так называемых «коробок». Это определенный порядок построения людей. Впервые в этом году в шествии участвовали 4 автомобиля с музыкальным сопровождением. Колонна шла под песни военных лет. Многие приходили сюда целыми семьями и поколениями. Сына зовут Кирилл. Он тоже гордится подвигом нашего дедушки Григория Мироновича, который смог пройти с 1941 по 1944 год. Он погиб в Ара-де-Мара. Уже прошел всю российскую участок войны. И был награжден орденом Ленина. Мне бабушка сказала, что о нем писали газеты «Красная звезда», «Правда». И она сказала, что это было примерно в 1943 году. Я за весь 1943 год перерыл эти газеты в интернете. И пока я не уехал в Москву, там есть Подольск, такой городок такой. Пока я не уехал, не стал сказать в военных архивах, у меня ничего не получалось. В «Бессмертном полку» уже не первый год принимает участие амурский губернатор. У него тоже своя семейная история. Это мой прадед Максим Константинович. Как и все, в то время ушел добровольцем на фронт. К сожалению, не вернулся. Получил даль за отвагу. Успел из госпиталя отправить в семью. И, к сожалению, с военкомата получили документ о том, что без вести пропал на Белорусском фронте. Колонны сопровождали волонтеры. Их было несколько сотен человек. И машина скорой помощи на случай, если кому-то вдруг станет плохо. Люди делились эмоциями. Такого масштабного шествия еще не было. «Бессмертный полк» будет жить. Как и память о героях той страшной войны. Яна Лисова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Кстати, отмечать великий праздник в Преамуре начали 8 мая. В этот день более 200 амурчан закружились в вальсе на площади Победы. А затем спели главную победную песню страны. Школьники, студенты, чиновники, военные и ветераны почтили память тех, кто остался на полях сражений и возложили цветы к вечному огню. Наш корреспондент Денис Вериденко был в числе тех, кто до сих пор помнит и гордится. Праздничный парад открывает генерал-майор, начальник двуку Владимир Грызлов. Сегодня на площади Победы чествуют участников Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла. Низкий поклон всем ныне живущим ветеранам. Мы всегда будем помнить ваше мужество и отвагу. Спасибо за мирную жизнь, за настоящее и достойное будущее нашей страны. Желаю вам всем здоровья, мира и добра. С праздником! С Днем Победы! Почти в минуты молчания память погибших в годы Великой Отечественной, под торжественные залпы и военный оркестр, собравшиеся, возложили цветы к вечному огню. Традиционные алые гвоздики к мемориалам несли чиновники, ветераны, школьники и даже самые маленькие горожане. Сегодня День Победы. Это единый праздник и тех, чьи родные прошли испытания войной, тех, кто участвовал в боевых действиях. Не только Великой Отечественной, но и, к примеру, как благовещенка Клара Вересоцкая в русско-японской войне. На фронт она попала в 16 лет. Мы снабжали передовые части вооружением и горючим для танков. Но мы были в самом пекле, мы были на передовой. Наш пароход первый зашел в Сунгари, ночью пошел. Площадь Победы на несколько минут превратилась в танцплощадку. Студенты среднеспециальных и высших учебных заведений танцевали вальс Победы. Как говорят участники акции, этот танец уже давно является настоящим символом Победы. Станцевать Победный вальс не удержались и остальные присутствующие. На танец вышли школьники, общественники корпуса добровольцев и ветераны, и просто прохожие. Было, конечно, волнение очень, но это как бы память, что мы не забываем ветеранов. Все-таки... Это самые прекрасные впечатления от самого детства. Вальс – это чудо, это победа, это радость, это наслаждение. Это в руках держишь партнершу и не отпускаешь, пока не наступит настоящая победа. В завершении мероприятия участники акции спели главную песню 9 мая. Вокальный флешмоб в стране стал проводиться с 2014 года. Песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы» сегодня запели более 300 горожан. День Победы, День Победы, День Победы... Денис Вериденко, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение. Память погибших во время Великой Отечественной войны почтили и в Маховой Паде. Цветы и венки возложили к монументу героям-танкистам. Праздник в преддверии Дня Великой Победы в Маховой Паде организуют уже седьмой год подряд. В этом году цветы к монументу возложили представители городской администрации, ветераны, военнослужащие и местные жители. Курсанты ДВОКУ продемонстрировали навыки владения оружием и ведения боя. Учащиеся 23-й школы читали стихи и пели военные песни. Ценой большого количества жизней наших соотечественников, наших сынов и дочерей достался нам этот праздник. Ценой жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины. И поэтому сейчас мы можем спокойно учиться, воспитывать детей, внуков и строить свое будущее. А в Влаговещенском доме для одиноких и престарелых ветеран развернули полевую кухню. В преддверии 9 мая сотрудники Амурского МЧС накормили пенсионеров горячей кашей. В специализированном доме проживают участники Великой Отечественной войны, вдовы, фронтовиков, узники фашистских лагерей, дети войны и труженики тыла. Большинство из них маломобильны и не могут посещать общегородские мероприятия. Организация выездных праздников стала для них уже доброй традицией. Огнеборцы подготовили концерт, поставили палатку и выставили мотоциклы военных лет от клуба «Мотопатриот». А также устроили настоящий фронтовой обед с гречневой кашей в горячем чае. В Парк Победы превратился 9 мая городской парк культуры и отдыха. Уже несколько лет в этот день там проходят тематические выставки довоенного, военного и послевоенного времени. Также для маленьких и взрослых посетителей организуют мастер-классы и концертные программы, посвященные Великой Отечественной войне. Наша съемочная группа побывала на нескольких интерактивных площадках. Всего на один день территория Благовещенского городского парка изменяется до неузнаваемости. Здесь уже традиционно размещаются экспозиции времен Великой Отечественной войны. Боевой штаб, полевой лазарет и полевая кухня. Даже командонаблюдательный пункт командира полка. Всего 25 тематических площадок. Многие из них амурчане увидели впервые. Одним из самых массовых и популярных мест среди детей стал командонаблюдательный пункт. Ведь каждый мальчик мечтает стать, если не генералом, то обязательно командиром. А вот и новинка – площадка боевая. Для посетителей здесь инсценировали боевые действия. Чуть позже пришло время фронтового обеда. За ним выстроилась, пожалуй, самая длинная очередь. Желающих отведать гречки с тушенкой, чаем и хлебом оказалось так много, что за столом не хватает места. Кашу приготовили курсанты Двоку. Из расчета на 3000 человек. Вадима, каша вкусная? Видите, полный рот, отвечать некогда, значит вкусно. Кроме фронтового обеда, благовещенцам рассказали о военном рационе солдата. Он рассчитан на сутки и состоит из завтрака, обеда и ужина. Всего было представлено 7 видов сухпайков. Выбор блюд зависит не только от дня недели, но и от поставленной боевой задачи. Также дополнительно у нас включены всевозможные сладости, чтобы было хоть какое-то разнообразие в приеме пищи. Помимо еды, самой сухой пищи, есть также и чай, кофе, а также, назовем их, сухофрукты, что-то подобие юбе, чтобы можно было разбавить водой и приятнее было есть. Еще одна экспозиция – выставка боевой техники образцов вооружения воинов-мотоциклистов времен Великой Отечественной. Среди экспонатов были и наиболее ценные. Например, М-72-1943 года. У этого мотоцикла своя история. Хозяин его первый, дедушка, воевал на нем, вернулся с фронта. Я не могу сказать, каким образом он получил, но мотоцикл остался с ним. Долгое время он его эксплуатировал по хозяйству, возил на нем картошку, возил дрова, что-то переделывал. Мы сейчас восстанавливаем его в первозданном виде. Мы выкупили его у внука этого человека, у ветерана. Все экспозиции хранят в себе память о подвиге советского народа и о Великой Победе, благодаря которой будущие поколения могут мирно жить и петь в этом цветущем мае. А это воспитанники одной благовещенской школы. Ребята читают стихи, дарят прохожим самодельные открытки и сувениры, а также бумажных голубей в знак мира на земле. Мы считаем, что каждое поколение должно проникнуться всеми этими мыслями о войне, этой памятью, святой исторической памятью, которая ни в коем случае не должна забыться, должна передаваться как светочники из поколения в поколение. Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Урок истории под открытым небом провели для учеников 15-й благовещенской школы. Ребята смогли принять участие в квест реконструкции военных эпизодов. Школьники побывали в военной радиорубке, собирали и разбирали автомат, пели песни у костра и пробовали блюда полевой кухни. Материал Юрия Камышного. Такой масштабный исторический квест в 15-й школе проходит впервые. В школьном расписании только один урок, посвященный Великой Отечественной войне. Фронтовые 40-е сегодня проходят все ученики с 1-го по 11-й класс. Масштабную игру для ребят провели представители органа общественной самодеятельности «Кузнечный». Активисты и волонтеры придумали задание, нашли необходимое для реконструкции предметы и амуницию, пригласили ветеранов. Правда, не боевых действий, которых в этом районе города уже не осталось. Отружеников тыла и участников локальных войн. К сожалению, уже участников войны остается все мало и меньше, и меньше. Ну, по крайней мере, вот в такие дни дети про них вспоминают, и они чувствуют какое-то внимание к себе. Ну и, наверное, все-таки ребятишки проникаются вот той атмосферой военных действий, потому что мы и рассказываем здесь. Даже вот эти чербачки принесли, дрова, вот эту печку. Общешкольный квест состоял из восьми заданий. На выполнение каждого ровно пять минут. Ребята ходили с троевым шагом, писали фронтовые заметки. На скорость с ветеранами собирали и разбирали автомат, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему и у символичного костра пели песни. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда. И пусть это не легендарная «Катюша» и «Синий платочек», а песня о мирном детстве. То же, как нельзя кстати, и настоящая фронтовая каша, которую угощали всех участников исторического квеста. Рецепт, кстати, неизменный, еще с сороковых. Вода, гречка, соль, тушенка. Съесть нехитрый солдатский обед – еще одно задание для школьников. Впрочем, от каши и чая никто не отказывался. К такой простой еде ребята отнеслись с уважением, ведь когда-то ее ели советские солдаты на передовой. Они радовались хотя бы этой еде. Да, потому что не было еды, нечего было готовить, и готовили, что есть. То, что долго хранится, то и готовили. Исторический квест 15-й школе продолжался весь учебный день. Победителей в нем не было, да и сами организаторы такой задачи перед собой не ставили. Главное, чтобы ребята в преддверии 9 мая еще раз вспомнили о героическом подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Палуба чиста, моторы проверены, флаги подняты. Амурские моряки-пограничники на сторожевых кораблях и катерах отправились на защиту российских рубежей. По традиции, двум лучшим экипажам вручили жареных поросят. На торжественном открытии навигации в Астрахановке побывала наша съемочная группа. Это юбилейная 85-я по счету открытия летней навигации пограничников. Два самых технически подготовленных экипажа и корабля первыми вышли на охрану берегов Амура. Им же по традиции вручили жареных поросят и пожелали 7 футов подкилем на удачу. Кстати, в 2017 году пограничники задержали на воде 17 нарушителей государственной границы. В основном это рыбаки. У нас, как обычно, все навигации проходят успешно. Срывов задач пограничной деятельности у нас не было. Посмотрим, что в этом году будет. Все без исключения корабли, которые сейчас находятся на стоянке, будут охранять государственную границу. Часть из них преимущественно катера на пограничных заставах, другие корабли на городском направлении, слияние Амура и Зея, а также район набережной Благовещенска. В торжественный момент под марш славянки пограничники отправляются патрулировать воды Амура и Зея. В ходе непрерывной вахты они должны не допустить нарушения государственной границы и пресечь незаконный отлов рыбы на территории нашей страны. Яна Лисовая, Екатерина Рожкова, Андрей Цветков, Амурско-областное телевидение. Отказаться от пагубных привычек с помощью йоги. Необычную терапию своим пациентам предлагают в одном из амурских реабилитационных центров для алко- и наркозависимых. Здесь уже говорят, что новая методика не только благотворно влияет на самочувствие реабилитантов, но и дает им уникальный шанс разобраться в своем внутреннем мире. Об альтернативных подходах в медицине и о влиянии космоса на здоровье человека. Материал нашего корреспондента Юрия Камышнова. Очередное занятие йога-терапией начинается с мистического звука тибетской чаши, отлитой из семи металлов. Открывая чакры, ученики под опытным взглядом учителя очищают свою ауру и познают бесконечный мир космоса. Переносимся чуть-чуть в состояние здесь и сейчас. Начинаем концентрироваться просто на этих секундах, на том, как поют птицы. Занятия йогой в этом реабилитационном центре проходят раз в неделю. Полное погружение в себя длится ровно 1 час 15 минут. Реабилитант из Хабаровска Юрий Борченко о таких уроках слышал. Однако все замысловатые асаны типа капалабахти или огненное дыхание, шавасаны, позы расслабления делают впервые. Мужчина признается, впечатления просто космические. Находясь здесь в реабилитации, все равно какие-то мысли тебя посещают, допустим, о том же доме, какие-то трудности ты преодолеваешь. Здесь этот момент релаксации, который дает момент, час понять себя, узнать, покопаться где-то, полежать, помедитировать. И она, конечно, полезна, она помогает. Для преподавателя йоги Анастасии Тимофеевой такой релакс стал уже смыслом жизни. Каждый год в поисках гармонии она ездит к своему духовному наставнику в Индию. Месяц назад своими знаниями в терапевтических целях девушка решила поделиться и с теми, кто проходит курс реабилитации в этом центре. Переводят на другие слои сознания, и в этом слое, в этом состоянии можно совершенно спокойно работать. Это как небольшой самогипноз. Такой самогипноз по достоинству оценили не только те, кто проходит курс реабилитации, но и руководитель центра. Татьяна Корчагина даже сравнивает каждое пропущенное занятие с психологической ломкой. Подобного расслабления не дает ни одно запрещенное вещество. Благодаря йоге забывают о пагубных привычках и учатся видеть мир по-новому. После этого, во-первых, голова, мозги насыщаются кислородом. У тебя идет такой прилив энергии. У тебя, если в голове, у тебя кавардак, что, куда, какие дела, какое-то беспокойство. То есть ты полностью приходишь в покой, в умиротворение. У тебя как-то все по полочкам начинается сразу все раскладываться. Занятия йога-терапией – лишь часть в большой программе реабилитации. Первые результаты показывают, что такое лечение помогает не только душе, но и телу пациентов. Космическая энергия, говорят, лечит лучше таблеток и уколов. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Более 40 медицинских сестер из разных лечебных учреждений при Амуре приняли участие в конкурсе профессионального мастерства. Проверка знаний и умений медиков в таком формате проходит впервые. Сначала медработники должны были ответить на 60 теоретических вопросов, а затем показать свои знания на практике. И умеют ли медсестры оказывать первую медицинскую помощь и гордятся ли своей профессией, расскажет Вероника Федреева. Пациент почувствовал себя плохо, побледнел и потерял сознание. Артериальное давление не определяется, пульс на сонной артерии отсутствует, дыхания нет. В задании у медсестры из Завитинска – провести базовую сердечно-легочную реанимацию до прихода врача. За плечами у Натальи Коколиной 30-летний стаж. Медсестрой в Завитинскую больницу она пришла сразу после окончания училища. Говорит, профессия, хоть и сложная, но поменять ее на другую желание никогда не возникало. Признается, самое тяжелое – ухаживать за умирающими пациентами. Случаи сами по себе все индивидуальные, и поэтому выделить особо случай такой. Есть и больные очень тяжелые и требуют много внимания себе. Ну, в основном это больные, которые находятся на палеоативной койке. В практической части два задания. Одно ситуативное, например, вернуть человека в сознание, сделать искусственное дыхание и массаж сердца. Второй пункт для всех был одинаковым – подготовить пациента к операции и выполнить очистительную клизму. За правильностью действий участников пошагово следила строгая жюри. В его состав вошли главные медсестры ведущих больниц региона – всего 12 человек. За каждой конкурсанткой были закреплены два специалиста. Недочеты фиксировались в чек-листах. Были упущены моменты о последовательности. Некоторые моменты по оснащению, подготовке рабочего места, по проведению манипуляций тоже были упущены. В таком формате профмастерство амурских медсестер проверяют впервые. В 2019 году запланировано проинспектировать выпускников Амурского медицинского колледжа, чтобы допустить их к работе. А в 2021 аккредитацию будут проходить медсестры всех, даже самых узких специальностей. Ориентировали на терапевтический профиль. Это могла быть медсестра терапевтического отделения, это могла быть медсестра поликлиники, это могла быть любая другая медицинская сестра. Мы не брали узкие специальности, такие как анестезиология, рентгенология, допустим, функциональная диагностика или физиотерапия и так далее. Специальностей очень много. Мы проводим впервые и проводим именно с медицинскими сестрами. В этом году название «Лучшее» претендует 44 медсестры области. Из Тынды, Сковородина, Шамановска, Белогорска, Свободного, Благовещенска, поселка Магдагачи и других населенных пунктов. Победители назовут 11 мая в общественно-культурном центре на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню медицинской сестры. Вероника Федереева, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. И это все. Спасибо за внимание. Смотрите Амурское областное телевидение. Всего хорошего и до свидания. Амурское областное телевидение.